Стретинский монастырь Целые четыре книги Такого известного и любимого вами автора Как протеерей Андрей Ткачев И сегодня батюшка и наш любимый автор С нами вместе побеседуют о этих новых изданиях Здравствуйте, отец Андрей Здравствуйте, братья и сестры Батюшка, а вот в другой вашей книжке Про которую мы сегодня говорим Проповедь о проповеди Вы в предисловии говорите о молчащей и немолчащей церкви Вот какая церковь по-вашему молчащая Потому что ведь как бы часто Вроде все устроено в жизни нашей церковной Но на самом деле это далеко не так И часто вот эти критерии того Что должен делать, допустим, священник Или вообще просто христианин До какой степени он должен проповедовать У всех людей очень разные Вот вы лично для себя И из своего личного опыта пастырского И из опыта общения с людьми С мирянами Как себе определяете церковь Которую вы бы все-таки назвали молчащей? Молчащая церковь Это уже такая большая тема Это молчащая церковь Это церковь, которая видит приближающегося волка И не делает из этого никаких следствий То есть стражник, стоящий на стене Замечает приближающиеся войско неприятеля И молчит, не бьет в набат Не будет тех, кто спит под охраной государственных стен Церкви вменена в необходимость В обязанность прозорливость То есть церковь обязана быть прозорливой Она должна различать духов И она должна чувствовать веяние времени Понять время То есть мы должны работать на два шага вперед Как шахматист, он же не думает только про То есть дети, играющие в шахматы Думают про ближайший ход А гроссмейстеры думают на сто шагов вперед Церковь должна быть гроссмейстером Должна просчитывать эти вещи Она должна видеть Вот наш враг, например, вот это Или это, или это, или это И сегодня еще небо чистое Самолеты не летают И ничего нету А церковь говорит Ребята, вот если это, это, это неисправим Будет так, 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 так Поэтому мне кажется, что наша задача Это стратегическое мышление И предупреждение на дальних вызовах На дальних подступах Причем мы должны иметь авторитет у народа Чтобы мы, когда мы это скажем Чтобы они сказали Аааа, там, что они там сказали Это люди мудрые, они знают, что сказали Давайте прислушаемся То есть нужно иметь авторитет И стратегическое мышление То есть мышление наше не должно быть Практическим, оно должно быть стратегическим Я думаю, что молчащая церковь – это церковь, которая вообще не нюхает воздух, которая не чувствует, что в воздухе летает. То, что сегодня, оно меняется в один день. Я это знаю по Украине. То есть никто не думал, что будут убивать на улицах, и что, скажем, в течение одного месяца количество убийств вырастет в 8 раз, например, самоубийство в 10 раз. И так далее, и так далее. Не думали, потому что просто ходили, покупали мороженое и билеты в кино. А если бы понюхали воздух и поразговаривали с людьми, то поняли бы, что в воздухе висит проблема. Поэтому, мне кажется, наша обязанность – это чувствовать на шаг вперед. Мы для этого существуем. Есть сейсмологические станции. Они что-то там щупают, слушают и говорят, что через месяц может быть землетрясение. Там есть гидрометцентры, которые говорят, что будет торнадо, скажем, выезжайте. Есть там кто-то еще. И мы тоже такая же сейсмологическая станция. Мы должны говорить, и нам должны верить. Поэтому наша церковь немолчащая в своей соборной совокупности, допустим. Один святейший Кирилл стоит многих-многих-многих, которые, может быть, пытаются, но не могут или не пытаются даже, потому что он говорит знаковые вещи. То есть только слушать нужно. То есть он спасет свою душу сто процентов, потому что он говорил, вы не слушали. А мы спасем свои души, когда мы приложим свое ухо к тому, что он сказал. Но нужно, чтобы не только святейший, но и каждый епархиальный архиерей был такой же в духе святейшего. Чтобы он был так же неутомим и так же прозорлив и так же тревожен. А, соответственно, духовенство на приходах, чтобы оно тоже было прозорливо, тревожно и озабочено. Потому что мы должны знать больше, чем знает человек, который знает только то, чем он занимается. Но мы, в первую очередь, конечно, должны тот дар слова, который Господь нам дает, просто не растратить впустую. – Если можно, то я бы сказал, что самые большие грехи священства – это грехи слов. Можно иметь большой живот и осуждаться за чревоугодие. Можно иметь красный нос и осуждаться за винопитие. Это не страшно. Не так страшно, как растрачивание словесной силы. Священство – это словесное служение. То есть благословлять, проповедовать, хвалить Бога, совершать евхаристию, благодарить Бога. То есть самое святое, что делает священник – делать языком. Соответственно, самое грешное, что он делает, он делает языком. Не чревом, не носом, языком. Поэтому, конечно, молчащее священство – это осудительное священство. И вопрос, конечно, в том, что не все могут быстро бегать, не все могут одинаково знать языки иностранные. Соответственно, не все могут одинаково говорить. Но книжки-то есть, не знаешь своего, зачитай чужое. То есть читать ты должен. Говорить ты можешь не уметь, но читать ты обязан. Если ты прочел то, что тебя пробило в сердце, прочти это просто-напросто с пробитым сердцем в своей пастве. И тоже сердце пробьет. То есть проповедь имеет разные формы. Не ты сам. Допустим, берешь Николая Сербского, читаешь его слово на какой-то евангельский сюжет. Вот и все. Этого хватает. Но проповедь мы часто встречаем и не только на страницах духовной литературы или сам вон ее слышим, но и через литературу. Батюшка, вы известны как один из больших читателей от современности. Можно так сказать, очень много читаете и литературы, и классической. И, видимо, это тоже подвигло вас к написанию вот этой книжки, нового сборника, которая называется «Беглец от мира». Чему посвящена эта книга и почему «Беглец от мира»? Книга посвящена рефлексии на прочитанное. Писатель нуждается в собеседнике. То есть писатель, по определению, это человек, который на острове живет, он что-то пишет, в бутылку запихивает, запечатывает и бросает, и не знает, кто это прочтет. То есть писатель не знает читателя. Как это есть у Боротынского, кажется, как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. То есть читатель находится неизвестно где. То есть тем, вот, в переводе в Японии, например, спустят лет 300 после твоей смерти. Или, опять-таки, в переводе в Германии, или на своей собственной родине. То есть ты не знаешь читателя. А прикосновение души к душе происходит. Поэтому писатель нуждается в читателе больше, чем читатель в писателе. То есть читатель без писателя проживет. А писатель без читателя не проживет. Ему нужен читатель. Поэтому, конечно, вот там, где есть рефлексия, это всегда благодарная рефлексия. То есть кто-то тебя зацепил, там, Чехов это, или Оруэлл, допустим, ты говоришь, ну, спасибо, брат, но ты, конечно, сказал такое, что я теперь этого не забуду. То есть спасибо тебе. По сути, это попытка обессмертить писателя. Это благодарное приношение. Это венок на могилу писателя. Как правило, они все уже покойные. И благодарное признание ему за труды. Вот это, так сказать, такое некое приношение, такое, что ли, как у Бродского есть такое эссе, поклониться тени. То есть я кланусь вашей тени. Как бы, значит, господин Данте, там, господин, скажем, там, кто-нибудь еще. Там Гёте, например. То есть это благодарность. Ну, а литература вообще, она, конечно, евангельская. Наша европейская литература, она имеет евангельские корни. То есть все, что у нас есть, это есть из Евангелия, из Ветхого и Нового Заветов, из этой общей Библии. Сюжетов всего лишь, там, как-то тоже есть спор о сюжетах. Некоторые, что их всего лишь пять. Некоторые, что их пятнадцать. Некоторые, что их тридцать, но не больше. То есть сюжетов, там, потерялся, нашелся, например, там, убежал, вернулся. Вот таких сюжетов, таких корневых. И они все библейские. То есть блудный сын, там, история Иосифа, там, осудили целомудренного, там, что украли и нашли. Это все... То есть мы, по сути, читаем одну и ту же книгу. Но поскольку нам на солнце смотреть больно, мы смотрим на солнце сквозь очки. И вот литература светская, хорошая литература, это солнцезащитные очки, при помощи которой мы смотрим на солнце, на Бога, на Библию. И те, кто не читает Библию непосредственно, но читает, скажем, там, Фихт, Вангера, там, Диккенса, там, значит, скажем, там, Драйзера, Оруэлла того же, там, или Чехова, там, или, конечно же, Толстого, конечно же, может быть, там, Бунина. А я Достоевскую просто не специально обхожу, потому что это просто Богоприсутствие. То, конечно, они читают Библию, по сути. Они читают разбавленные цитаты из Библии, объясненные, разжеванные. Мне кажется, это очень важно. Это чрезвычайно важно. То есть литература наша – это дитя Библии. Плюс русская литература, она родилась ведь в Петровскую эпоху, когда Петр закрыл церкви рот. Петр, конечно, странный. Петр великий. Петр хороший. Петр удивительный. Петр вообще, если можно его хвалить, то это Ной, который ни с того ни с сего. Ной строил ковчег вдали от моря, вдали от рек. То есть он абсурдом занимался. Он 120 лет строил какую-то громадину деревянную, там, где нет воды. И все смеялись над ним. А Петр таким же образом строил свой флот в Воронеже. Там где-то ни моря, ни реки толком. Он был дерзновенный человек. То есть Николай Сербский говорит, что ни один американский миллиардер не имел такого дерзновенного духа, как Петр Первый. Он был дерзновенный человек. И он был велик. Он был странен, страшен, чуден, интересен и велик. И с него началась наша литература. Он церкви рот закрыл. Он сказал, молчите и молитесь. Но поскольку долго молчать нельзя, надо кому-то заговорить. То есть закрыли один фонтан, открылся второй. Появилась литература. Русская литература – это петровское явление. Это явление петровской истории. Это открывшийся фонтан из-за закрытого фонтана церковной проповеди. Начиная с вольтриянства, там, этого всякого энциклопедизма, на Западе проповедовали все. То есть считается, что XVIII век – это век, когда все проповедовали, кроме церкви. Театр проповедует, политика проповедует, газеты проповедуют, салоны модные, там, Адам Шерер проповедует, все проповедуют, масоны проповедуют. Церковь только одна, лишь на голос. И вот в этом культе всеобщего говорения вдруг забилась русская литература. Какой-то Сумарок, какой-то Тридиаковский, там, какой-то Радищев, потом какой-то, там, значит, допустим, Дед Державин, там, какой-то, там, потом Пушкин, старик Державин нас заметил, и в гробскойоде благословил. И потом пошло, 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 и начинается тоже бедный человек, там, маленький человек, там, бедные люди, там, Акакий Акакевич, и уже начинаются какие-то христианские, тебе, я брат ваш, там, где-то. То есть русская литература – это христианская проповедь, которая заговорила на литературном языке, когда у церкви был забит кляпом рот. Вот, поэтому я считаю, что ее просто необходимо изучать, потому что это то, что говорили бы священники, если бы они умели в это время говорить. Ну, и поскольку мы сейчас разговор сведем в стенах духовной школы, тут воспитываются и будущие пастыри, и уже служащие пастыри, какое место, по-вашему, литература, как таковая чтение, не конкретно духовной или учебной литературы, да, церковной, должно занимать в жизни молодого человека, готоващегося стать священником? Или просто в жизни христианина? Я думаю, это очень важная вещь. Наш личный опыт, он ведь не широк. Сколько людей мы, например, так надо пересчитать на пальцах, на бумаге, сколько мы знаем, и сколько людей из тех, которых мы знаем, подарили нас такими длинными разговорами за полночь, как бы о своей жизни, о своих перипетиях, о том, что в их душе было, как они шли туда или пришли сюда, как они падали и поднимались. Ведь мало таких вещей, мало. Мы можем знать, например, в своей жизни, в общем, в большей сложности, там, 30 человек. Из них только два или три имели с нами очень длинные разговоры, такие до утра о жизни, после которых ты и спать не хочешь. А литература даёт нам именно эту возможность. Она даёт нам возможность узнать изнутри жизнь другого человека. Священню, который будет выслушивать исповеди, который должен будет вникать в чужие судьбы, венчать, мирить, отпевать, утешать. Ему просто необходимо знать, насколько глубок человек. Литература даёт ему возможность познания внутреннего человека. То есть империя, как бы вот эта бытийность наша, она даёт человеку возможность познать это только лишь где-то к старости, и то, если ты был внимателен. Есть невнимательные старики, которые к седым волосам, вся голова седая, а мысли всё равно дурные. И внимательный человек к старости, не книжный, но внимательный, он является кладезем. Он тебе скажет, я знаю это, я видел это, я слышал это, я понял это. Таких немного. Но человек, который читает, он получает возможность получить мудрость старика, когда у него ещё не седые волосы. То есть книга добавляет нам возраста, вернее, добавляет нам опыта, не добавляя возраста. То есть по возрасту тебе было 41, так, или там 35, или 28, так и есть 28. Но прочитанная книга добавляет тебе жизненного опыта. Ты приращиваешь к себе очень серьёзные вещи. Мне, например, книги дали всё, ну как, ну, тут странно будет стирать Горького, но он говорил, что всем, чем я всё, что имею хорошее, обязан книгам. Но я думаю, что это могут многие сказать, кто с книгами вырос. Вообще христианская культура книжная. Мы имеем священное писание, которое обязаны читать, и должны иметь книжный искус для понимания отдельных слов, нюансов, текстовых явлений. Мы должны быть вообще филологами в хорошем смысле. Кто имеет книгу, тот должен быть филологом. Мы имеем книгу. Мы должны понимать её до каждой буквы, до запятой, до многоточия. Вот поэтому, мне кажется, книга незаменима. Особенно сегодня, когда читающий книгу, по сути, бросает вызов. То есть читающий книгу – это всё равно, что как бы девушка, хранящая девственность, как бы в период всеобщего разврата. Когда все смотрят видео, ты читаешь книгу. Но мы должны понимать, что читающий книгу всегда будет править теми, кто смотрит телевизор. То есть чтение книги – это элитарное занятие. И народ, читающий книгу – это элитный народ, который всегда будет сильнее тех, кто перестал читать и увлёкся только видеосюжетами. Поэтому если мы царский род, род избранный, царское священство, люди взяты в его дел, то вот нам и книга в руки. И это фактор силы. Это фактор величайшей силы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.